МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Географ и финансист теперь главный спасатель, а на его кресло вице-премьера посадили банкира. Я думаю, они достойно справятся с возложенными на них должностными обязанностями. Может, дело в тренере? Сменил почти всю команду, но игра по-прежнему не клеится. Все думают уже про осень. Политики открыли предвыборный сезон. Что теперь будут обещать народу? Мы вспомнили, что говорили они в прошлый раз. Кто подпадает под карантин, а кто нет? Даже если у них клинических показаний нет, они будут находиться в обсервации до 14 дней. А пока молимся и готовимся. Опасный вирус обойди нас стороной. Когда врач сказал, у вас рак. У меня аж рука вдрогнула. Я так думаю, не может быть. Каждый день в стране 15 человек узнают, что у них рак. Как живут и борются за жизнь онкобольные в Кыргызстане. Зрение потеряла. Вообще стресс, конечно. Что интересного и важного случилось за эти 7 дней? Какой запомнится эта неделя? Пришло время подвести ее итоги. Меня зовут Манас Ачгитов. Здравствуйте. Кому-кому, а эта неделя, кажется, надолго запомнится Замиру Аскарову. Для тех, кто не знает, человек последние два года занимал в правительстве пост вице-премьер-министра. А на этой неделе он его лишился. Правда, остался также в составе Кабмина. Его отправили руководить Министерством чрезвычайных ситуаций. То есть, по сути, его понизили. Что об этом думает сам Аскаров, депутаты, рассматривая его кандидатуру еще на заседании профильного комитета, выяснить не смогли. Ровно как и узнать, почему именно он должен возглавить МЧС. Чиновник, как говорят, изучивший его биографию, даже не служил в армии. По одной специальности он учитель географии, по другой финансист. А большую часть своей карьеры посвятил работе в мэрии Аша. Почти 10 лет он руководил городским комитетом по физической культуре и спорту, пока не дослужился до должности Акима Наукадского района. Потом стал вице-мэром Аша, а два года назад неожиданно для всех стал практически третьим человеком в правительстве. Что из этого стало решающим при выборе Аскарова на должность главы МЧС, осталось неясным. Зато более-менее понятным кажется выбор кандидатуры на место Аскарова. Искать ее долго в Кабмине не стали. На освободившуюся должность вице-премьера выдвинули Эркина Асрандиева. Того самого Асрандиева, который минувшим летом заставил за себя переживать всю страну. Глава российско-кыргызского фонда развития решил переплыть из Сыкуль. И во время заплыва пропал. Его потом, к счастью, нашли живым и здоровым. И этот случай депутаты ему припомнили. Мол, не к лицу чиновнику такого высокого ранга, такое мальчишество. На следующий день обе кандидатуры обсуждали уже всей палаты. И скандальный заплыв банкира уже никто не вспомнил. Но в соцсетях продолжали шутить. А что, если Асрандиев ослушается депутатов, вновь затеет заплыв и опять исчезнет. И опять на поиски бросят весь МЧС, во главе которого теперь Замир Аскаров. Но в Кабмине было далеко не до этих шуток. Депутаты обвинили премьера в нарушении процедурных норм. Прежде чем выдвигать новых министров, их кандидатуры правительство должно согласовывать с коалицией большинства. А этого, говорят, не было. Впрочем, и это обстоятельство вскоре было забыто. Я прошу поддержать кандидатуру Асрандиева на пост вице-премьера. Работал и в банковской сфере, и на государственной службе. Когда он был во главе Айлбанка, прибыль его выросла вдвое. Руководил Российско-Кыргызским фондом развития. У него хороший опыт по ведению переговоров с российскими коллегами. Я думаю, такой опыт поможет нам в работе при взаимодействии в рамках ЕС. На пост главы МЧС выдвигаем Замир Аскарова. По специальности он географ. Был Акимом Большого района, вице-мэром нашей Южной столицы. Занимался там также хозяйственно-экономическими вопросами. Я думаю, они достойно справятся с возложенными на них должностными обязанностями. Кандидатуру Асрандиева и Аскарова палата, конечно же, утвердила. Как, впрочем, и все предыдущие изменения в составе Кабмина. А их за два года работы правительства Аблагазиева было немало. Сменился практически весь состав. 15 членов правительства из 22. И большинство из них были уволены на фоне громких скандалов. Давайте их вспомним. Осенью 2018-го в отставку ушла министр труда и соцразвития Талайгуль Исакунова. После того, как ее обвинили в том, что вместе со своей семьей часто ездила в заграничной командировке, не предупреждая об этом начальство. Вскоре с крупной взяткой был задержан замминистра транспорта. И главе ведомства Джамшитбеку Калилову, пусть и не сразу, пришлось уволиться. Но без работы он не остался. Ему потом дали должность в Кыргызских железных дорогах. К концу того же 2018-го года уволили еще двух членов правительства. В отставку тогда подали министр иностранных дел Эрлан Абделдаев после скандала с посольством в Сеуле и министр финансов Аделбек Касамалиев. Причину ухода последнего не объясняли, но депутаты говорили, что были проблемы в бюджете. Не дольше на своем кресле просидел и главный аграрий Нурбек Мурашев. Фермеры не могли продать выращенный урожай картофеля. Министр стал лауреатом антипремии «Черная калоша». Мурашев написал заявление. А за день до этого в отставку подал министр экономики Олег Панкратов. Его часто критиковали в парламенте. И Олег Михайлович признал, что его потенциал уже исчерпан. Потом грянул так называемый «баджагейт». История со Сватом, премьером, закончилась тем, что своих постов лишились глава аппарата правительства Шамиль Асымбеков и председатель Госкомсвязи Бакыт Шаршимбиев. На фоне скандала, кстати, ушел и председатель ГКНБ Идрис Кадыркулов. Его обвинили в лоббировании одного из участников тендера по биометрическим паспортам. И главный чекист, хоть это и было не доказано, поступил как настоящий офицер и сам подал в отставку. Таким образом, из первичного состава Кабмина Аблгазиева остались только семеро. Это сам премьер-министр, трое его заместителей, глава МВД и председатель Комитета по делам обороны. А еще на прошлой неделе уволили главу Госэкотехинспекции Джолдошпека Джунушева. Шесть его подчиненных были задержаны за систематические вымогательства. И Совет безопасности, докуда дошел этот вопрос, рекомендовал премьеру немедленно снять руководителя. Работники инспекции сейчас, наверное, гадают, кого им назначат в начальники. Главное, чтобы дело не затянулось, как в госкадровой службе. Место главы этого ведомства пустует внимание с апреля прошлого года. Многие иронично шутят. Может, пора уже кадровую службу переименовать в бескадровую? Неужели нет ни одного достойного претендента? Обо всех подробностях кадровой политики и последних перестановках в правительстве. Моя коллега Елена Яковлева поговорила с бывшим депутатом Абдрахманом Маматалиевым. Последние действия главы нашего Кабмина, к чему вот такие рокировочки. Потому что те министры, которые сегодня были передвинуты со своих должностей, но другие должности, это знакомые нам лица. Не новые люди, не со стороны. Да, они были при должностях, но вот так вот посчитал глава Кабмина, лучше поставить их и передать им другую работу. Как вы считаете, что это такое, зачем это предпринимается? Это плохая работа или это какие-то дальновидные шаги? И, возможно, стоит ли нам ждать чего-то еще, каких-то других вот таких перестановок? Ну, дать однозначную оценку нельзя, потому что вчерашние изменения состава правительства очень широко обсуждаются в народе. Вы знаете, у нас очень хорошо развивается социальная сеть, да, да, и депутаты высказываются более критично по этому поводу, да. Ну, сказать, что, скажем, Аскаров работал очень плохо, его понизили, но однозначно нельзя, потому что министерство встречальной ситуации очень важное, стратегически важное министерство, там нужно тоже очень опытный, решительный человек, знающий регионы, республики, специфические вопросы. Можно дать оценку, что в какой-то мере он пошел на самостоятельную работу, да. Другой вопрос критикует в последнее время частую семейную состав правительства, да, и вот работа такая плохая продолжается, и депутат, еще один депутат, по-моему, высказывал, депутат Никотенко, да, высказывал критику, да, что народ устал от правительства, да, и вот это все нельзя сказать, что это приведет к хорошему, да. Частая смена правительства всегда черевает, значит, опасностям, потому что... Ну, у нас, смотрите, здесь вот очень интересная ситуация получается. Мы раньше, помните, как у нас была ситуация, у нас иной раз премьер-министр недорабатывал и года, то есть он назначался, и его убирали, и вместе с ним уходило все правительство. Здесь у нас достаточно какая-то такая странная стабильность. У нас на месте премьер, который формирует свой кабинет министров, но там внутри его кабинета министров происходят вот эти постоянные перемены, то есть он своих людей внутри своей команды меняет, но он на своем месте. Но это его кабинет министров, который вот уже с 2018 года все-таки держится и, так скажем, вот работает, продолжает работать. Чем больше меняется состав правительства, тем хуже для правительства. Невозможно достичь те цели, которые были поставлены при утверждении состава правительства. По конституции, по закону состава правительства, коалиции выдвигают кандидата в премьер-министр, он выносит на рассмотрение депутатов программу, во-первых, потом состав, структуру правительства, утверждается. И вот этот состав, он должен работать в идеале, да, до конца своего срока, если в новом составе желательно, да, над исполнением той программы. Если там часто меняются министры, представители госкомитета, иногда и руководители ведомства, агентства, да, естественно, эта программа не будет выполнена. Поэтому и вот идет критика в адрес не только последовательного правительства, но и в адрес парламента, что они, мол, проявляют тоже беспринципность, не дают принципиальный оценок правительству, да, и в результате вот каких-то заметных успехов в деятельности правительства народ не видит. Ну, действительно, вот вы отмечаете, да, вот эти отчеты, которые проходят, ведь это действительно по закону должно быть так, приходит премьер-министр вместе со всем кабинетом и, естественно, дает отчеты о своей проделанной работе за прошедший какой-то период. Много критики все время звучит, но в итоге ставится оценка удовлетворительно. Принимают. Говорят какие-то критики, какую-то критику, какие-то претензии, но принимают. Совершенно верно. Прозвучала, по-моему, критика депутата Масалиева, да, вот руководство правительства, нынешнего состава, да, нашло новый способ продления своей политической жизни, да, скажем так, да. Примерно так звучит. И вот каждый раз, когда я критикую, он кого-то отправляет в отставку, да, проводит новую, и вот я принял меры. Пришел человек, пришел новый, да. Вроде как я вас слушаю, я прислушиваюсь. Да-да-да, я вроде вас принимаю, вас критика, принимаю меры, да, но оценка деятельности правительства дается целым по выполнению той программы, которая была утверждена парламентом при утверждении состава целого всего правительства. Но, к сожалению, с этим у нас есть проблемы. Ну, смотрите, все-таки вот это вот слово «устали», как вы считаете, мы действительно устали или нет? Вот я не задумывался над этим, честно скажу. Я просто констатирую факты. Что было сделано, что не было сделано. И вот это интересное слово, что люди, народ устал. Какое-то такое интересное, понимаете, оценка такая интересная в работе правительства. Ну, во-первых, мы живем в стране, где уважают права человека, свободу слова, да, и в отличие от, может быть, некоторых наших соседей, да, у нас чуть ли не каждый гражданин имеет право высказывать критику в адрес всех руководителей, всех рангов, начиная от Акима до президента, да. И, с другой стороны, у нас открытость, прозрачность, на самом деле, поставлена наиболее хорошо. И народ видит деятельность и правительства, и парламента, всех наших руководителей, да. И вот то, что происходит, то, о чем мы с вами говорили, да, частые смены членов правительства, руководителей административных ведомств, но при этом особых таких изменений не происходит, да, все это, может быть, раздражает народ. Раздражает народ. И народ начинает, в общем-то, критиковать уже подряд, да, подряд. Но они критикуют не только правительство. Вы знаете, появились некоторые инициативные группы, которые критикуют, очень сильно критикуют и парламент. Они начинают составлять черные списки тех депутатов, которые, по их мнению, очень слабо работали. Они не защищали, как будто бы, якобы, интересы государства и народа, да, или вообще они плохо работали. И они где-то замечены, может быть, не в очень хороших делах, да, и начинают уже, они по социальных сетях-то опубликовать, таких-то, таких-то, в общем-то, не выбирают и так далее, и так далее. Насколько это будет иметь эффект, я не знаю, потому что есть закон о выборах, в соответствии с которыми они будут баллотироваться. Но будем считать, что это реакция народа, реакция народа нашего, да, я думаю, и президент, и руководители парламента, и правительство, наверное, проводят какой-то мониторинг, да, и иметь, да, они должны иметь точные данные, не только от тех, которые, от своих подчиненных, которые всегда обычно дают в розовом свете, да, но с этой стороны у них есть возможность, на самом деле, принимать более реальные решения. Спасибо вам большое за интересную беседу. Будем надеяться, что у нас будет спокойный процесс выборный, и действительно, не нарушение закона, а это тоже принципиально важный момент, я считаю так. Друзья, мы продолжаем нашу передачу «Итоги недели». Меня зовут Елена Яковлева, я с вами прощаюсь, до свидания. И вновь о политике. Кто знает, почему в ряде городов страны происходит демографический всплеск? Уровень рождаемости вроде тот же, а численность населения растет. Все дело в том, что там грядут очередные выборы. 12 апреля жителям 25 сельских округов и 5 городов, это Ош, Балыкчи, Каракол, Малису и Токмак, предстоит выбрать депутатов местной Кенеши. И партийцы вновь прибегают к различным хитростям, чтобы заручиться поддержкой избирателей. Голосовать разрешат лишь по прописке, поэтому перед паспортными столами в Караколе нынче очереди, а в Токмаке за месяц прибавилось более 3000 новых избирателей. Урбанизация, однако. Меж тем приближаются и большие выборы. И политики, желающие осенью попасть в Юрку Кенеш, потихоньку запускают свою агиткомпанию. Одни неожиданно превращаются в ярых критиков действующей власти, хотя до этого было их вообще не слышно. А другие теперь публикуют в соцсетях свои фото-видео-селфи не с пляжей чудных заморских курортов, а как едят манты в базарной Забегаловской среди далеко не VIP-персон. Чего только не сделать, чтобы понравиться людям. И это, граждане, только начало. Еще несколько месяцев, и на вас обрушится град из новых обещаний, хотя большинство из них вряд ли будут новыми. Старые-то до сих пор не выполнили. Давайте вспомним, что они обещали в прошлый раз. По оценкам независимых наблюдателей, нынешний парламент оказался самым богатым на обещания. По данным аналитического портала «Политмер», во время предвыборной программы шесть партий, которые прошли в Юрку Кенеш, дали 555 обещаний. По данным другой аналитической команды «Интербелим» и того больше – 745. В том числе экономические, социальные и политические. Меньше всего партии беспокоили вопросы безопасности. Рассмотрим выполненные и невыполненные обещания. Начнем с выполненных, потому что их реально намного меньше. По данным портала «Политмер», среди выполненных обещаний можно отметить. Принятие государственной программы по доступному жилью. Создать фонд жилищной ипотеки для учителей и медиков. В стране не должно существовать понятия «веерные отключения». Обещали построить спортивный стадион и кирпичный завод в Чонгалае. Выделить в столице землю под новое кладбище. Разработать закон о привлечении инвестиций в сельскую местность. Довести объем льготных кредитов фермерам до 5 миллиардов сомов. Внедрить электронные карточки здоровья. Поднять зарплату медицинским работникам. Снимем запрет на использование праворульных такси. По оценкам аналитиков, исполненными значатся порядка 60 из 555 обещаний. Однако некоторые из них тоже с трудом можно назвать исполненными. Например, те же праворульные машины. Запрет на их использование просто отложили. Зарплаты медикам тоже подняли далеко не всем категориям. А вот с неисполненными обещаниями дела обстоят гораздо хуже. Устранить понятие неприкосновенность. Отказаться от депутатских привилегий. Применить высшую меру наказания за коррупционные преступления. Не позволим трогать Конституцию Кыргызстана до 2020 года. Отремонтировать и построить дороги в каждом селе каждого района. Средняя пенсия в стране будет увеличена в три раза. Вывести Кыргызстан из бедности. Открыть по всему Кыргызстану современную сеть детских садов и яслей. В 2016 году открыть социальные продуктовые магазины. Вопрос неприкосновенности и привилегий до сих пор вызывает постоянную критику гражданского общества. Отказаться депутаты смогли только от служебных машин и сократить помощников. Остальные преимущества, например, такие, как выделение из бюджета средств на консервацию, парламентарии себе оставили. С Конституцией депутаты тоже поступили непоследовательно. В 2016 году в основной закон с согласия парламента были внесены изменения. Что касается дорог, то их сегодня не могут отремонтировать даже у себя в столице. Не говоря уже о трассах республиканского значения, таких как Бишкекош, Балакчи-Курумду, дороги в селах, даже не вспоминают. Повышение пенсии в три раза тоже обещание из разряда утопических. Например, в последний раз пенсию подняли на 328 сомов. И так было каждый год. Отсюда напрашивается и ответ на пункт о выходе страны из бедности. За последние пять лет из бедности вышли, наверное, только сами депутаты. Были у политиков и довольно странные идеи. Так, например, одна из партий предлагала вырабатывать спирт из картофеля, а полученный продукт применять вместо горючего в автомобилях. Таким образом снизить расход на топливо. Кроме того, немало было и откровенно популистских заявлений. О работе 24 часа в сутки нет и речи. На некоторых заседаниях, которые проходят всего два раза в неделю, число депутатов едва превышает десяток. Да и в кабинетах их застать можно далеко не каждый рабочий день. Вопрос страхования фермеров от заморозков, видимо, будет решен тоже еще не скоро. Сегодня не могут гарантировать фермерам даже сбыт продукции. Вспомнить, например, гнилую картошку. Возрождение промышленных городов тоже сомнительный план. За пять лет депутаты не запустили ни одно крупное производство за счет государственного бюджета. Деньги на каждого ребенка тоже реализовали как попало. Сюнчу, конечно, дают, но не по 50 тысяч, как обещали депутаты, а только по 4. В числе неисполненных под данным аналитиков значатся порядка 150 обещаний различной направленности. Остальные находятся в стадии реализации. Парламентарии теперь уже вряд ли успеют воплотить их в жизнь. Осталось всего 8 месяцев. Реформы, которые обещали провести депутаты, касались самых различных областей. Однако меньше всего внимания уделено было культуре и экологии. Наоборот, некоторые решения депутатов нанесли урон природе Кыргызстана. В прошлом году парламентарии отклонили мораторий на отстрел редких пород парнокопытных. А теперь про коронавирус. Хороших вестей из Китая мы на этой неделе, к большому сожалению, не дождались. У наших восточных соседей по-прежнему все очень плохо. Количество жертв опасного вируса там растет с каждым днем. В математической прогрессии увеличивается и число заболевших. В пятницу в Ухане скончался Ли Вэнь Лянь. Врач, который предупреждал об опасности коронавируса нового типа еще до начала эпидемии. Но тогда его вызвали в полицию и запретили распространять ложную информацию. Читая сводки новостей о ситуации с коронавирусом в Китае, думаю, тревожное чувство сегодня растет у каждого кыргызстанца. Как бы смертельная зараза не проникла в страну. Наши врачи уверяют, что эпидемиологическая ситуация в стране стабильная. Помимо профилактических работ, медикам на этой неделе пришлось опровергать некоторые слухи. В частности, о том, что в Баткене якобы подтвердился случай заражения у двух граждан Кыргызстана, недавно вернувшихся из Китая. Их действительно встретили на границе с Таджикистаном, изолировали, но вируса у них нет. На сегодняшний день они находятся по тому адресу, который они указывали в Бишкеке. У всех здоровье удовлетворительное. И врачи каждый день, врачи Центра семейной медицины, каждый день ведет наблюдение. То есть посещает и смотрит за состояние моего здоровья. Реагировать чиновникам пришлось еще на одно сообщение, уже из Тогус-Торо. Якобы люди выгнали оттуда восьмерых китайцев, вернувшихся продолжить свою работу на золоторудном комбинате «Махмал». Аким района уверяет, что никто никого не выгонял. Вернуться в Бишкек рабочих из КНР попросило их же начальство. На этой неделе, также отмечу, в Кыргызстан из России доставили реагенты, с помощью которых определять наличие вируса у людей теперь можно за несколько часов. На следующей неделе, кстати, Всемирная организация здравоохранения созывает глобальный форум, чтобы ученые со всего мира вместе выработали вакцину и лекарства против коронавируса. Надеемся, что они найдут противоядие распространяющейся инфекции. Современная медицина и наука, как говорится, не стоят на месте. Но, к сожалению, от некоторых видов болезни, от которых на планете ежегодно умирают миллионы людей, ученые все еще ищут эффективные способы лечения. На этой неделе, 4 февраля, в мире отмечали Всемирный день против рака. По данным той же Всемирной организации здравоохранения, каждую минуту на земле от онкоболезни умирают 18 человек. Но борьба с раком не безнадежна. Многие формы заболевания можно вылечить, если диагностировать их на ранних стадиях. Но что делать, если врач назвал другую стадию? Бороться или сдаться? История о тех, кто в Кыргызстане бьется до конца за свою жизнь и жизнь своих родных. Далее, специальный репортаж Елены Яковлевой. Когда ставится диагноз, все думают, что все почему-то онкология-смерть. Абсолютно нет. Онкология-жизнь. И мы на этом, вот на этим проектом доказываем, что можно жить и быть красивее, красивейших. Платки – вынужденный аксессуар, который женщинам приходится носить после потери волос в результате химиотерапии. Эти фотопортреты снимали пару лет назад, так что героини сегодня успели немного оправиться. Во время курсов пациентки выглядят бледно и изнеможденно. Но целью этого проекта было вернуть краски их лицам и, конечно, их будням. Ведь война со злокачественными образованиями тяжела. Но даже самый маленький шанс на спасение должен быть использован, считает Гульнура Абдразакова, основатель движения «Вместе против рака». У меня была третья стадия. Я живу. В этом году я обследовалась. Все хорошо. Мне сказали, тебе можно лететь в космос. Ну, в космос не буду, но, думаю, лет до ста прожить активной жизнью, помогать женщинам. Почему женщинам? Женщина более уязвима. Большую часть они остаются зависимы от финансово-экономические очень ущемлены. И финансово зависит. И есть случаи, когда кто-то решает за них, лечиться ей или не лечиться, потому что дорогое лечение. Денара тоже победила рак. Вот уже 8 лет она помогает онкобольным женщинам через общественный фонд «Эргене». Рассказывая свою историю, просит всех наших кыргызстанок прислушиваться к своему организму и не пренебрегать походами к врачу. Я делала самообследование, когда моя рука наткнулась на эту опухоль, и у меня аж рука вздрогнула. Я так думаю, не может быть. И я тут же соскочила и поехала в онкологию. Это был субботний день. Я позвонила, сказала, у вас есть дежурные врачи. И, к моему счастью, у них был день открытых дверей. Я быстренько пробежалась, и мне же в лоб сказали, что у меня диагноз. Что у меня диагноз рак. Психологи говорят, узнав о болезни под названием рак, одни не скрывают ее. И от страха перед ее опасностью вовлекают как можно больше близких в эту ситуацию. Другие держат это в тайне, не желая сочувствия и жалости к себе. Я не хотела делать больно маме. Чем она могла бы мне помочь, кроме своих слез, и своих переживаний, и страданий? Перед столом у меня увозили, я позвонила своей заловке, потому что мои дети очень рано осиротели. Да, у нас очень рано. У меня муж умер. И я ей заловке говорю, если вдруг что, ты хоть за детьми присмотри. У меня трое сыновей. Говорю, за детьми присмотри. Эта болезнь приходит неожиданно. И в 15, и в 50 развивается тихо. А заявляет о себе чаще всего в терминальной стадии. Так, 60% ее жертв умирают в первый же год. Я заболела, когда у меня было уже за 50, да. И я не то что... онкология, да. Честно скажу, у меня даже гриппом не было возможности поболеть. Потому что у меня дети, я с тремя детьми, я вдова, да. Тебе просто вот поваляться, да, полежать там, погрипповать. Вот у меня такое жизнь. И когда мне поставили диагноз рак, я думаю, Почему там рак? А почему там не что-то другое, да? Каждый день в Кыргызстане 15 человек узнают, что у них рак. Ежегодно в республике выставляется 5500 новых диагнозов. Всего на учете онкологов стоит 27 тысяч пациентов. Таким образом, на 100 тысяч населения приходится 91 больной онкологическим заболеванием. И это неплохой показатель. Для сравнения, в Казахстане на 100 тысяч 250 человек, в России на 100 тысяч 350 человек, а в Японии 450. Только в отделение по лечению больных со злокачественными образованиями желудка, пищевода, печени, желчевыводящих путей и поджелудочной железы в год попадает свыше 500 первичных больных, 220 из которых впоследствии будут радикально прооперированы. А у других выявляют рак легких, кожи, крови, шейки матки, молочной железы. Последний, например, год от года занимает первое место среди женских онкоболезней. Мужчины чаще страдают раком желудка. Какой рак возглавит рейтинг в этом году, пока неизвестно. Данные за 19-й год еще обрабатываются. Сегодня у нас ровная неделя. Она у нас ходит, она у нас уже кушает. Молодец. А диагноз как звучит? Нет, диагноз у нас такой, заболевание желудка, здесь язвенная болезнь желудка. В последнее время уже не могла кушать, говорит Айнура. Сначала ставили гастрит, но лекарствами и диетами так дело и не обошлось. В прошлом году в марте я пришла сюда в онкологию, тут тоже был гастрит. Потом был уже инфеознанная болезнь. И вот услышали, что здесь хороший профессор, хирург 21 века, вот этот, кто он веков Анна Аркенеевич Бекович. И вот я сразу к нему. И он оперировал у меня. Какое самочувствие? Самочувствие сегодня уже третий день хорошо уже. Уже недели, третий день я уже стала уже кушать, ну пить, пить водичку. 80% успеха настрой пациенты, говорят медики. Но без профессионализма врачей далеко не уедешь. Многие наши граждане отправляются за границу, где им делают за тысячу долларов те же операции, что прекрасно делают и у нас. Светует Айвар Туйгонбеков. А ведь в команде хирургов почти все – выпускники сильнейшей московской школы. Многие получили опыт в той же Турции, кто-то и в США. Но главная проблема – в другом. И в основном мы оперируем третью стадию. Это еще операбельно? Это операбельно, это больные спасаются. Самое главное, нам задача в чем, чтобы больные обращались в специализированном учреждении. Как правило, наши больные, которые поступают сюда, они проходят длинный путь, начиная от табибов, грузачиков так называемых. А потом уже время теряют и приходят к нам. Чтобы было понятно, радикальная операция – это когда удаляют орган, например, желудок. А на его месте создают новый, именно создают. Медицина в своих методах шагает вперед. Но врачи, конечно, не волшебники. Среди, вот только что доктором разговаривали, выявленных запущенных случаев – это 50-60%. По некоторым нозологиям чуть ниже, по некоторым нозологиям выше. Вот среднестатистически где-то 50-60% запущенных случаев. Это третий, четвертый стадия, даже чуть прошел третий стадий. В этих случаях, несмотря на все усилия медиков и так далее, первый год выживаемость 50%. При этом смертность от рака в регионах в полтора раза выше, чем в городах. Не потому, что там больше болеют. Горожане чаще проходят медосмотр по направлениям с работы, с учебы. В селах, к сожалению, практически нет культуры плановых обследований. Год один раз, любой человек в жизни хоть один раз в районном центре по другим делам. Бывает? Бывает. Справку берут туда-то, в гости. Но он может же один день посвятить себе. Анализы на онкомаркеру можно дать. Ну ладно, это дорогое, ладно, черт с ним не будет делать. Но можно же год один раз в флюорографии районной больницы пройти. Рентгенустановка стоит. Людей нет. Во всех районных больницах гастроскоп есть. Желудок можно проверить? Можно проверить. Потому что желудок занимает третье место. Посмертность раньше первого места стояла. С этим мы отсеяли бы 30-40% сразу же. Четыре года назад в стране официально лечение онкозаболеваний перестало быть бесплатным. Появилось понятие со-оплата. Так решили бороться со взятками врача. Деньги пациентов проводят через кассу. Остальную стоимость за лечение погашает фонд обязательного медицинского страхования. Терапевтический профиль – это без операции. Это значит получать лечение, консервативное лечение, симптоматическое лечение. Они максимально 6 тысяч сон оплачивают. Если долго лечить, там подумают, что туда включены все лекарственные препараты. Больной с оплаты оплатил кассу – все, больше ничего не оплатят. Хирургические части – это значит операция максимально 14 тысяч, минимально 3 188 сон. Если вы что-то деньги спрашиваете, вы требуете чек. Все, что касса оплачивается, берете чек, это все законно. Но главные траты, как правило, составляет даже не операция, а предшествующая или следующая за ней химиотерапия. Это когда больному вводят препараты, подавляющие рост раковых клеток. Нельзя сказать определенно, сколько это стоит онкобольному. Это зависит от типа рака и его стадии. Пациенты говорят, что за такой препарат, как герцептин, приходится платить по 50 тысяч сомов за раз. Другое лекарство – кассила. Обходится 80 тысяч. Количество на один курс у всех разное, как и количество самих курсов. Впервые, впервые, вот до этого не было 100 миллионов сомов целевых на приобретение химиопрепаратов для взрослых. Это что значит? Сами понимаете, вот чтобы после операции, химиотерапию, чтобы провести, больница бюджетная, это предусматривалось. Даже написано было химиопрепараты за счет пациентов или гуманитарной помощи. Где-то 600-700 миллионов может быть нужен, чтобы полностью, 100% обеспечить. Но богатые страны тоже 100% не обеспечивают. Гульзат, 38 лет. Диагноз рак ей поставили за две недели до рождения третьего ребенка. Слабость, головокружение – обычное дело, когда женщина в положении. Так рак маскировался в ее организме. Уже какой курс? Если честно, я со счета уже сбилась. Просто после операции у меня было два курса, после операции четыре курса. Потом у меня через восемь месяцев рестидив, ну метастазы называется. И вот потом четыре курса, потом шесть месяцев у меня перерыв. Потом еще, сейчас уже у меня восьмой курс, сегодня я восьмой курс получила. Больше десяти, наверное. Как это влияет? Ну, плохо влияет. А что делать? Придется терпеть. Ну, прогнозы хорошие? Слава богу, пока да. Она состоит в группе «Курдаш», что в переводе означает «подруга». Всего в этом сообществе около сотни женщин. Здесь, в маленьком импровизированном цеху, они шьют тряпочные сумки и другие изделия. Это не просто рукоделие. За делом хоть ненадолго забывается о недуге. А еще зарабатываются деньги на лечение себе и другим подругам. Вообще женщин, как я, еще очень много. Вот им помогаем. Лекарствами, деньгами. Примерно вот сколько ваше обличие не нужно. Ну, или, по крайней мере, за какой-то препарат сколько вы платите? Ну, за препарат, ну, в общем, наверное, 16-го года где-то, не знаю, полмиллиона, что ли. Где-то вот так, да. Если все посчитать с самого начала. Государство сколько-нибудь уложило в ваше лечение? Лекарствам помогло? Государства нет. Вот только недавно только получила, вот, онкология, герцептин. Вот из этих герцептина, вот, второй уже я бесплатно получаю. Перезад 28. У нее двое детей. В марте она должна пройти скрининг тела. Это обследование покажет, остались ли в ее теле раковые клетки, которые могут дать рецидив. У нее за плечами 12 курсов химиотерапии. Лучевая терапия, мастектомия, то есть полное удаление молочной железы и лимфоузлов. Одна моя химия составляла 200 тысяч сомов. То есть одна химия, это значит каждый 21 день. То есть нам приходилось находить каждый 21 день 200 тысяч сомов. Первые три химии мы справились сами. То есть как справились? Погрязли в долгах, продали все, что возможно. Потом, после, ну, на четвертую химию, как бы мы уже поняли, что мы сами не осилим и обратились к народу. Потом мы взяли кредит. Три миллиона ушло. У меня маленькие дети, наверное, скорее всего, они были моими мотиваторами. Потому что ради них я, как бы, можно сказать, одолела, преодолела, скажем так, этот недуг. Кроме сумок женщины шьют и вот такие подушечки. Они подготовили их для тех, кто перенес операцию. Как в народе говорят, по удалению груди. Мягкие, в форме сердца. Их удобно подкладывать под руку. Не так больно в первые дни после операции. Даем, а потом они уже, ты часть львы с паштаноги, обратно они нам возвращают, стираем. Вот такие вот, которые удалили молочные рюлезы, это все из Швейцарии. Это гуманитарная помощь. Вот им тоже вот это вот. Мы им это даем. Это уже безвозвратно. Они это до конца своей жизни. И сегодня, в 21 веке, назвать определенные причины возникновения рака невозможно, говорят медики. Наследственность, стресс, экология, малоподвижный образ жизни, алкоголь, курение. Если взять чистый рак легких, к примеру, отмечают онкологи, в 70% случаев убийцей является табачный дым. И вот с подозрениями на постороннее образование, поликлинику при онкоцентре ежегодно посещают до 70 тысяч человек. При расчетной мощности в 20 тысяч. В советских времен только здесь не было капитального ремонта. Другие отделения приведены в порядок. А еще на обещанной кумтором деньги, наконец, закуплено почти все необходимое оборудование. Без гистологии, без патоморфологических исследований это не онкология. Вот эти срезы, тонкие миллиметры срезы, они ручной резали. Представьте себе, это не лапшу резач. Толщиной пленкой, как волосинка, получить очень сложно было. Сегодня гистологическое отделение находится в современном, отремонтированном помещении. Все автомат делают. От какого-нибудь пациента поступает материал на исследование. Вот это перекладывается вот в такую кассету. Это называется кассета пиопсийная. И весь материал, поступивший, например, сегодня на исследование, загружается в этот аппарат. Кусочки ткани проходят обработку, подготовку для приготовления, дальше уже стекол для просмотра. Раньше у нас этого не было. Забирались стекла и блоки от нас и делались, ну, к примеру, ближайший Казахстан, Россия. На таком новом французском рентгенодиагностическом аппарате с прошлого ноября специалисты проводят обследование. Он дистанционный. Рентгенолог работает в отдельной комнате за просвинцованным стеклом, не подвергаясь вредному облучению. С пациентом общается через микрофон, управляет аппаратом с помощью пульта. На экран подается изображение высокой четкости. Снимки делаются в разных плоскостях. Через несколько минут мой коллега сообщает этому мужчине добрую весть, что рака у него нет. Здесь можно обследовать любого больного. Поэтому мы выполняем заказы врачей, обычных врачей. Они направляют нам на рентгеноскопию, рентгенографию любых органов, начиная от черепа до пяточной кости. В день специалисты могут обследовать до 50 пациентов, которым не придется ждать результатов по 3 дня, как раньше. Пока пленку проявят, высушат. Снимки распечатываются сразу на специальном принтере. Пленку надо проявлять, фиксировать, промывать, сушить. Потом уже это почти 2-3 часа. Результаты мы выдавали через день. Больные в крайнем случае полчаса, часы ждут. Копленный также компьютерный томограф, аппарат для близкофокусной рентген-терапии при раке кожи. А еще тот самый линейный ускоритель, с помощью которого в том числе лечат и рак шейки матки. И о покупке которого речь ведут уже несколько лет. Машина уже собрана, тендер выиграла англо-шведская компания. Не доставляют ее в Кыргызстан только потому, что не готово помещение. Старый бункер рассчитан на кобальтовый аппарат. Новый гораздо мощнее. И чтобы вредные частицы не просочились наружу через стены, их нужно утолщить. Добавив еще примерно по 3 метра бетона. Проведя расчеты, так и рекомендовала МАГАТЭ, куда обратились наши представители. Инсталляцию начнут летом. А вот когда достроят новое здание, которое должно было стать детским отделением, не знает никто. Финансирования хватило на каркас из 4 этажей. Из 27 тысяч онкобольных, 2,5 тысячи это дети. Ежегодно первичных около 250. Мы не были в детском отделении онкоцентра и не запрашивали статистику смертности детей от раковых заболеваний. Но по словам врачей, современные средства улучшают показатели выживаемости. Мы сейчас с вами идем по коридорам, где нарисованы книжки, зайчики и все такое. Сколько это помогает детям, у которых смертельные диагнозы такие стоят? Ну это очень помогает, потому что хоспис, он не должен никак ассоциироваться с больницей. То есть в больнице мы видим белые стены, определенный запах. Мы от этого хотим избавиться. Я думаю, что у нас это получается. То есть он понимает, что он не в больнице, то есть это больше с домом. Очень редко это ассоциируется, допустим, с садиком. И все-таки дети умирают. В этом первом хосписе в Кыргызстане, где оказывают палеотивную помощь детям с разными заболеваниями, зачастую неизлечимыми, в том числе онкологическими, в прошлом году скончалось 16 детей. Почти все от рака. И здесь у вас, в том числе, умирали дети. Как это? Как вам, как работникам? Как вы это переносите? Мы видели, как дети уходят, когда до хосписа. Здесь мы знаем, что ребенок будет без боли. У родителей, у ребенка будет поддержка психолога, сотрудников, волонтеров. То есть это очень-очень важно. Алине было 3,5, когда ее мама Нургуль впервые услышала про лейкемию, о рак крови. Девочки сделали первую химию, и она перестала видеть. Начало химиотерапии, зрение потеряло, вообще стресс, конечно, раньше видят, потом не видно. А потом, мама, я не вижу? Да, да. Я ничего не вижу. Вообще плакала. День и ночь. Профессор, заведующий, все посмотрели. Алина, даже офтальмолог, потом они сразу все лечили, потом постепенно видели, вот свет, да, начала. Потом операция будет, операция будет, да, операция сделали в Индию. Там тромб удалили, витроретинальная операция была там. Деньгами помогали все. Родственники, друзья и просто чужие люди. Сегодня Алине 6. Лечение позади. Последнее обследование, говорят, что она абсолютно здорова. Мы все победим. Всегда? Да, всегда говорит. Мы все победим, так говорит, всегда. Молодец. Елена Яковлева, Диаса Кимбаев, НТС. Итоги недели. Всем желаем выздоровления, кто болеет, и крепкого здоровья, кто здравствует. Это была программа «Итоги недели». Увидимся через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова